Шесть выводов из книги «Иди туда, где трудно». Семь шагов для обретения внутренней силы. Первый шаг на пути к созданию новой жизни. Книга «Иди туда, где трудно». Семь шагов для обретения внутренней силы вызывает чувство глубокого уважения. Ее автор Тайюн Ким нарушила тысячелетнюю корейскую традицию и стала первой женщиной-мастером по боевым искусствам. Было ли ей трудно? Конечно, но она не сдалась и поделилась своей историей с нами. Ты можешь бесплатно скачать книгу «Иди туда, где трудно», купить или слушать онлайн. А можешь сэкономить кучу времени и прослушать шесть главных выводов из книги «Без воды» всего за пять минут. Найди свою искру. Один из полезных уроков Тайюн Ким – не сдаваться, даже если кажется, что все против тебя. Нельзя нравиться всем, но в этом и нет необходимости, у всех разные вкусы. Разве от наличия завистников и недоброжелателей великий человек перестает быть великим? Мой учитель был искрой, которая разожгла меня. Что станет твоей искрой? Найди людей, с которыми притяжение будет взаимным. И всегда оставайся верным себе и своим желаниям. Неудача – всего лишь этап. Когда Тайюн Ким переехала в Америку, она устроилась уборщицей в отель, но никогда этого не стыдилась. В книге «Иди туда», где трудно она пишет. Я очень гордилась работой уборщицы. Эта работа стала первым шагом к созданию моей новой жизни. Ты заметил? Она относится к этому периоду жизни как к игре. Когда идешь к важной цели, помни, что начальный этап – лишь маленькая ступенька на твоем жизненном пути. Но если будет трудно, знай, что всегда есть люди, чей старт намного сложнее. Будь благодарен за полученный опыт, как в Самаре книги Неной. В каждом есть Тихий Наставник. Тихий Наставник – это твоя интуиция, твой внутренний голос. Это мудрый советчик, с которым обязательно нужно подружиться, чтобы искать в себе силы двигаться вперед. Обычно мне страшно говорить твое ограниченное «я». А Тихий Наставник скажет «Я добьюсь и буду стоять на своем». Найди в себе такого Наставника. Ты достоин упорства. Представь, что заплатил портному за наряд для особого мероприятия. Ты пойдешь забирать его, даже если будет лить дождь, верно? Даже если город стоит в пробке, а на двери вывесили табличку «закрыто», это тебя не остановит. Проявляй такое же упорство по отношению к себе и своим целям. Ты заслуживаешь тех же целеустремленности и упрямства, как и этот наряд. Твои эмоции стоят признания. Эмоции не появляются из ниоткуда, но их нельзя игнорировать. Они тратят твою энергию и часто мешают действовать. Если злишься и расстраиваешься по пустякам, признай это. Так ты пройдешь этап принятия и сможешь работать над собой. Каждый человек уникален. Нельзя давать универсальное определение любви или заботя, сравнивать свой выбор с чужим. Ты уникален, и у тебя есть прекрасный шанс каждый день узнавать себя больше. Знакомься с собой, своим телом и душой, влюбляйся в себя. Ведь только полюбив себя, ты научишься любить других и познаешь свое истинное «Я». Субтитры создавал DimaTorzok